добрый день мои дорогие я рада вас приветствовать у себя на кухне в гостях и сегодня хочу показать как я пеку ватрушку домашнюю у меня на сайте есть ватрушка домашняя но сегодня я буду печь такую же ватрушку домашнюю только я добавлю еще туда изюм изюм сушеный я его сейчас залью капитком и оставлю для набухания чтоб он размягчился пока наше тесто будет стоять изюм у нас размягчится и творог творог у меня домашний я покупаю деревне его покупаю большое количество он заморожена ничего страшного сейчас растает все прекрасно значит для плод творог изюм по желанию ванилин или ванильный сахар я добавлю в эту начинку обязательно сахар и все это с начинкой все сказал так это пока убираем сторонку начинаем тесто тесто я делаю так яйцо отдельно я разбила как всегда сегодня хочу без опары поставить поставлю просто сразу так без опары так вот значит муку я взяла два с половиной стакана но это где-то примерно 400 450 грамм так одно яйцо одну чайную ложку одну чайную ложку дрожжей всыпаю соли тоже одну чайную ложку наверно побольше насыплю будем допускать что чай полторы чайные ложки соли и две столовые ложки сахара нет ладно все хватит молочко можно молочко подели разделить на половину с водой у меня деревенского лаку его много я буду замешивать тесто только на одном молочке молоко жирно деревенского хороших и добавляю я я не знаю сколько ему грамм 50-60 сливочное растопленное и уже охлажденное масло так и замешиваем тесто я люблю когда пирогах особенно сладеньких чтобы тесто было удобненько и такое вкусное мягкое и замешиваем тесто пока мы будем бегать по делам у нас и творог растает и изюм размягчиться и тесто поднимется вот так сначала тесто как на блинчики у нас получается потом как на оладушки я сказала что я взяла муки два с половиной стакана да или 400 450 грамм но дорогие мои вы смотрите у кого какая мука потому что мука у всех разная и у меня бывает такое что вот я взяла 400 грамм муки а мне вот недостаточно приходится еще подсыпать потом муки так что вы смотрите у кого какая мука так вот замешиваем тесто я сам процесс полностью показывать не буду как тесто замешивать я его как замешу покажу вам какое оно получается вот такое получается у нас тесто муки у нас достаточно как раз самое то больше мы не подсыпаем теперь вымешиваем тесто тесто мукой не надо забивать чтоб оно не жесткое было вымешиваем минут 5-7 и уберем теплое место накроем салфеточкой теплое место вот видите поднесем минут пять ой минуту три и уберем тесто на стол так это мешается и помесим еще вымесим тесто минус 3-5 я почти всегда такое тесто делаю на все только когда с мясом делаю другое тесто делаю так все вот так какая погода у вас сегодня мои хорошие у нас вроде бы тепло но солнца нету что-то нас вообще этот год солнышко не балует не греет нас вот все вот тесто вот такое получается все хватит его намесить или хватит да все писать сейчас уберем так чашу нашу смазываем маслом подсолнечным буквально капельку берем наше тесто колобоку так закатываем его так а салфетку да а вот открываем салфеткой ботенчиком и убираем теплое место на час-полтора дорогие мои я думала что у меня включилась камера она у меня не включилась я здесь с вами разговариваю показываю какое у меня тесто получилось как я начинку делаю ну вот еще раз придется снять вот такое тесто у меня получается ну прям вот не поверить она поднялась вот наравне краю вот этой чаши так начинку я значит творог он мир оставил добавила одно яйцо примерно наверно мы любим сладкая примерно наверно где-то с полстакана сахара и изюм все перемешала и вот такая начинка получилась посмотрю не отключилась камера ты нет не включилась так теперь берем тесто на стол я налила масло подсолнечное как его буквально капельку вот и раскатываю тесто тесто раскатываем на ту форму колорва надо у меня вот такая вот совсем маленькая формочка такая на один раз чай попить и раскатываем тесто толщиной примерно где-нибудь с миллиметров 7 8 чтобы она была толщиной пласт наше тесто а тогда я забыла еще сказать что по желанию в начинку я добавляла ванильный сахар это по желанию можете добавлять итак тесто мы раскатываем переносим и переносим теперь на нашу форму так форму против кому как удобно вот так вот переносим еще ли мы наши разравниваем прям ручками вот так не боимся и и выкладываем нашу начинку разравниваем все хочу такой пирог пирог ватрушку сделать саму верхушечку здесь уже закрыть как корзиночка сделать или плетенкой как вы еще называют сейчас что-нибудь поймут экспериментируем вот так вот все будем раскладывать ну сейчас я все разложу не включусь и вот так вот мы из остаточков хотел сказать пряжи тесто раскатали лепешку нарезали тонкими полосками и вот так вот прилипаем вам обидно или опять камера случилась сейчас посмотрим вот так берем тоненькую полосочку скручиваем ее вот так слегка и вот так прижимаем хочу необычный красиво да гладиа вкусно вот так прижимаем куда-то же тесто это надо делать осталось вот так вот делаем у нас раз такая красотичная красота у нас получается краешки подкрепляем что-то похоже до снего то сюда надо подотянуть раз и так сейчас еще нарежем и будет красота какая красота у нас получается но тесто у нас еще есть мы не расстраиваемся мы его опять раскатали взяли маленький стаканчик или как вот моем случае рюмку и вырезаем вот такие кружочки из таких кружочков мы сделаем розочки 5 кружочков 7 кружочков сколько нам надо столько и сделаем чтоб розочка были из пяти лепесточков или семи лепесточков столько и сделаем остатки нашего теста убираем берем наши кружочки вот так соединяем подтягиваем ночь может я неправильно делаю ну делаю как умею скручиваем вот так рулетиком надавливаем и перерезаем пока вот и все вот наши розочка еще одну покажу 5 красота красотичная и ставим на нашу ватрушку вот такая вот красотища получается даем наши ватрушки постоять на расстойке минут 10 а тем временем включаем духовку я выпекаю все при 180 градусов на такс то поставим на 35 минут вверх-вниз ватрушка получается просто украшение духовка наша разогрелась мы идем выпекать такая у нас ватрушка получилась она испеклась я деревянной шпажки проверила все готово теперь берем небольшой кусочек масла ваш вас лично и сверху смазом чтоб она еще была мягче и вкуснее прямо так вот немножко даем остыть наши ватрушки и пьем чай так что пробуйте делайте такую красоту вкуснятину обязательно получится а на этом я с вами прощаюсь всем говорю кто сейчас пушит приятного аппетита пока пока до новых встреч не обязательно будут такая ватрушка у нас получается в разрезе она еще горячая тесто мягкая пробуйте делайте мы садимся чай приходите в гости к нам вот видите вот так какая красота и вкуснота